Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено досрочно, Минтранс РФ попилили, не успели, не завезли, скажем, что так и задумано. Продолжая активно поставлять Украине Байрактары, Эрдоган заявил, Россия это не обычное государство, это мощное государство. Конечно, Запад во главе с США нападает на Россию почти без ограничений. Перед лицом всего этого Россия, конечно, оказывает сопротивление. Также Эрдоган пообещал поговорить с Путиным о мирных переговорах. За 2-3 дня, если я смогу с Путиным связаться, у меня будет возможность поговорить с ним о том, что он думает и какие шаги он предпримет. Тем временем в Белгороде жителям вместе с платежками начали приходить инструкции, как следует вести себя при обстреле. Маленькая Санта-Барбара, 1 доллар. Во столько сейчас оценивается состояние главы Фейетес. Неделю назад было 16,4 миллиарда. Основатели два сотрудника Фейетес в настоящее время задержаны властями на Багамах. Генеральный директор дочерней компании Фейетес Эламида находится в Гонконге и пытается добраться до Дубая, страны, у которой нет договора об экстрадиции с США. Общая сумма похищенного оценивается в 2 миллиарда долларов, Фейетес потратила 74 миллиона долларов на недвижимость на Багамах в 2022 году. Так, Россия создала в мире ситуацию, которая спровоцировала рецессию в Великобритании, заявил глава Минфина королевства Джереми Хант, он же, цитата, «помощь в оплате счетов за электроэнергию. Стоит столько же, сколько вся национальная служба здравоохранения. Ложь от российского агентства новостей ТАСС. Мы нашли ту самую статью, в которой были опубликованы сегодняшние слова главы Минфина Великобритании Джереми Хант. В статье ни одного слова про войну, Украину или Россию». Кремль не стал добавлять новые аннексированные территории на официальную карту. На картах, опубликованных на официальных сайтах правительства и Совета Федерации, также нет новых регионов. А чего это так? Уважаемые собственники, с 12 по 13 ноября 2022 года будет проходить плановая проверка военным комиссариатом Кемеровской области по Ленинскому, заводскому и центральному районам города Кемерово на предмет уклонения от частичной мобилизации, просьба всех отнестись с пониманием, оставаться дома и открывать дверь сотрудникам военкомата. Кемерови заметили объявление о поиске уклонистов от мобилизации и просят отнестись с пониманием. Местный военкомат почему-то оказался не в курсе железных обещаний Путина и Шойгу, что частичная мобилизация ну точно-точно закончилась. Фильм «Мы» по роману Евгения Замятина убрали из графика релизов. Экранизация антиутопии не выйдет 1 декабря этого года. Изначально релиз фильма «Мы» планировали осенью 2021 года, а затем начало проката перенесли на 1 декабря 2022 года. Теперь у экранизации вообще нет даты релиза. Попилили, распилили, запилили ЗБС. Вы спрашивали, можно ли всю суть происходящего в современной России описать одной новостью. Священник в Иркутской области донес в ФСБ на экс-депутата от КПРФ за то, что тот назвал войну с Украиной захватнической и хотел поставить свечку за победу ВСУ. Четвертый день путинская пропаганда объясняет, что сдача Херсона – это очень хорошо для России, а вот Украине, наоборот, будет от этого плохо. Так надо сделать Украине еще хуже. Надо сдать ей также Донецк, Луганск, Мариуполь, Мелитополь и Крым. Пусть мучается. Обнимаешь и спишь. До Кимура какая-то в городе Лиски, Воронежская область, ежматери обвинили местный аниме-магазин в реабилитации нацизма и ЛГБТ-пропаганде. Все из-за картонного Гитлера, ЛГБТ-флага и блокнота из аниме «Тетрадь смерти». Мамаши даже записали обращение к Пыни и попросили его отменить толерантность. Управляющий магазином заявил, что он является очень консервативным человеком и предложил тем, кто так же как и он осуждает ЛГБТ, купить у него флаг и сжечь его. В итоге дело о демонстрации нацистской атрибутики будет рассматривать суд. Кстати, в сентябре 2021 года этот магазин осветил священник. Освящен, значит защищен. Все в порядке. Твердо и четко. Регионам РФ поручили сформировать запас лекарств на ближайшие 4 месяца. Мера связана с задержками в поставках в Россию зарубежных производителей. Хотя отказов от них не поступало, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Вчера НОТ провели шествие с песнями в Москве с требованием ударить ракетой Сармат по Вашингтону и центром принятия решений ракеты Сармат на вооружение российской армии нет. Занавес. Если вам понравился выпуск, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых видео. Если хотите поддержать канал финансово, все ссылки в описании, до новых видео.